Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 110 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске цифра остается порядка 62 человек. Необходимо обратить внимание, что основное количество и основной возраст выявленных в городе Якутске это молодое поколение от 18 до 35 лет. В связи с чем, еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В Мегино-Кангаласском улусе 14 случаев. Ситуация сама по себе находится в полном объеме под контролем. И введен ряд ограничительных мер в ряде населенных пунктов Мегино-Кангаласского улуса. Сейчас мы приходим к периоду, когда у нас вновь начинает открываться дорога. В связи с этим прообращаю ваше внимание на достаточно всех жителей, которые будут ездить через Мегино-Кангаласский улус и, соответственно, самого Мегино-Кангаласского улуса на необходимость сохранения достигнутого более или менее санитарно-эпидемиологического спокойствия в Мегино-Кангаласском районе. В Мегино-Кангаласском улусе у нас, так же, как и в Сунтарском, зарегистрировано 7,6 случаев, соответственно, 5 случаев зарегистрировано в Ангинском районе. В Кобяйском и Уси-Алданском зарегистрировано по 4 случая. В Намском районе 3 случая, в Хангаласском районе 2. В Алданском, Маленёкском, Чуропчинском зарегистрировано по одному случаю. За сутки проведено 1321 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Всего у нас в Республике за весь период пандемии обработано 1,102,384 теста. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент в Республике достаточное количество вакцины. Уже в Республику поступило в целом 196,084 дозы вакцины. Использованы у нас вакцины на 73,3%. Последняя партия 42 тысячи доз поступила 21 мая. Первую вакцинацию получили 143 тысячи 468 человек, в том числе 34 тысячи 893 гражданина, проживая старше 60 лет. Также продолжается у нас и вторая вакцинация граждан. Необходимо обратить внимание, что сегодня основной задачей является вакцинация. В связи с чем изданы соответствующие постановления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, а также непосредственно внутренние акты локального характера по всем учреждениям и ведомствам Республики. Обязательность вакцинации предусмотрена сегодня в ряде учреждений, которые являются учреждениями, которые непосредственно связаны и непосредственно связаны с людьми. Необходимо обратить внимание на то, что основными очагами в нашей Республике, особенно в городе Якутске, остаются предприятия небольшого объема. И, соответственно, именно корпоративные очаги являются затем в последующем разносчиками очагами для семейных очагов. Учитывая составы наших семей, количество заболевших увеличивается. Единственным способом сегодня предотвратить, остановить эту ситуацию может быть лишь только вакцинация. На настоящий момент на медицинских койках Республики Саха-Якутия в реанимационных отделениях находится порядка 70 человек. Необходимо все-таки более трепетно относиться к своему здоровью и, соответственно, помочь сегодня врачам справиться с этой ситуацией.